Дальше у нас с вами чаще всего встречающаяся жалоба это давление. Полученное артериальное давление. Оно состоит опять же из двух цифр. Верхняя цифра и нижняя опять-таки это проблемы гормональные. Потому что гормон выходит в кровь, сосуд расширяется или суживается. То есть давление увеличится или уменьшается. И воздействие на все эти вещи опять же идет со стороны эндокринной гормональной системы. Так вот практически верхнюю цифру давления ведет гормон вазодилеторный надпочечниковый и диуретический альдостерон. Он дает верхнюю цифру давления. А нижнюю цифру давления обеспечивает нам щитовидка. И повышается нижняя цифра при йодной недостаточности. То есть один из признаков йодной недостаточности это повышение нижней диастолической цифры давления. Поэтому соответственно вот эту нижнюю цифру давления, если верхнюю мы например даем очагонный препарат и она сразу падает, то нижнюю цифру давления очень сложно в нашей традиционной медицине ее убрать, понизить. Так вот она уходит очень быстро за счет всасывания йода. Поэтому когда высокая цифра давления, мы прямо йод наливаем на руку и растираем его в области сердца. И по мере усасывания через 10-15 минут вторая нижняя цифра быстро падает. А верхняя цифра опять же это цифра почечная. И уже зная все даже традиционные наши пути снижения этого давления, как правило дается триампурдиокартус препараты очагонного плана. Вот. Но это вот стандартно. Что мы с вами делаем, если вдруг давление высокое? Потому что до применения активной химиотерапии, которая у нас в общем-то по истории Руси не так давно идет, до этого же тоже были проблемы с повышением давления. И наши земские врачи называли очень четко, не было же тогда еще, так сказать, международной классификации, не было понятия, что к гипертонии. Называли, что это ударило моча в голову. То есть повышение давления всегда называлось удар мочи в голову. То есть опять же определялась причинная ситуация, то есть нефильтрующие почки. Так вот как раньше, ну не только земские врачи, а вообще на Руси снимали давление. Вот. Когда у нас давление повышается, значит сосуд суживается. И соответственно, когда сосуд суживается в голове, почему он суживается? Соли мочевины остались, почки не отфильтровали мочи. Чтобы она не попала в голову, сосуды сузились. Сосуд сузился, давление ему увеличилось. Значит наша задача какая? Сосуд расширить. Каким путем? Потому как у нас с вами, когда суживается сосуд в головном мозгу, организм сдает гормональную команду, да, сосуд сузился. Это защитная реакция. Сосуды суживаются не только в голове, но они суживаются везде, потому что общая реакция идет по всем сосудам. И они суживаются на периферии. И поэтому, когда у нас идет давление, у нас конечности холодеют, да, потому что сосуды сузились, а там в конечностях очень много капилляров мелких сосудов, так и они еще и заклеены, забиты тромбофлебитом. То есть кровоток там практически нарушается. Соответственно, конечности холодеют. Что мы в этой ситуации делаем? Мы берем горячую воду. Самый простой это таз с водой, да. Если нет, можно пластиковую бутылку взять. Обычно носки надевают, потому что чувствуют люди, что ноги мерзли. Но носки в этой ситуации не греют. Поэтому можно просто конкретно горячая вода. Ставить ноги, поставить ноги в таз, вот, в теплую воду и кипяточек подливать, потому что постепенно ноги привыкали, потому что сразу в горячую воду это будет очень зверски. И вот мы, когда это дело делаем, у нас сосуды очень быстро расширяются. И здесь такой маленький нюанс, потому как, когда быстро сосуды расширяются, и давление быстро падает, чтобы не перейти в коллапс. Потому что, когда, если давление составляет 180-200, и мы сразу ставим горячую воду, сосуды сразу расширяются, то давление может упасть сразу до 120. То есть это очень резкий перепад. Поэтому, когда мы вот таким путем это все дело делаем, надо давление мерить через каждые 5-10 минут. И если давление, скажем, верхнюю цифру составляет 180-200, то до 120 гнать ее не надо. То есть ее достаточно снизить до 160-150. Это уже будет хорошо для организма в плане такого быстрого повышения. Вот. Поэтому это очень быстро помогает снять верхнюю цифру давления. Нижнюю цифру давления мы параллельно снимаем, когда просто даже, может, сеточки, но если сеточки там сложно сделать, то можно просто на руку налить йод и растереть все в области сердца. Через 10-15 минут сердечное, мы второе давление так и называем, сердечное, оно падает, да? Вот. И у нас, получается, и верхняя, и нижняя цифры корректируются. Вот. Ну, соответственно, для того, чтобы больше этого не происходило, это как бы острая, неотложная скорая помощь, которую мы используем очень часто, потому что я живу в обычном доме в высотке, и все знают, что я так доктор, и, соответственно, бабушки, которые уже по возрасту скорой помощи, в общем-то, не очень активно к ним приезжают, когда у них возникают очень высокие цити-цифры, они всегда вызывают, это срабатывает буквально за 10-15 минут, у нас коррекция давления идет отлично, но оно же опять потом повышается, то есть, опять-таки, мы знаем, что почки забиты, и знаем, почему они забиты, потому что вязкая густая кровь, хлора не хватает, и поэтому тактика для того, чтобы больше давления не повышалось, опять такая, что мы с вами кушаем до 18, вот, и снижаем, минимизируем выпитую жидкость в течение дня, ну, до 500-600 миллилитров в день. Опять-таки, разговоры о том, что у нас 1,5-2 литра в день воды, это норма для организма, опять-таки, была бы оправдана, если бы у нас в сосудах ходила вода, вот если бы она у нас ходила вода, и почки фильтровали простую воду, это было оправдано, то есть, чем ты больше пьешь воды, тем, соответственно, почки будут чище, но почки фильтруют не воду, они фильтруют хлорид натрия, они фильтруют 0,9% соленый раствор, и если концентрация хлора будет низкой, желудок они поддерживают, вот это почки фильтровать не будут, и они начинают забиваться, соли, песочек, камушки, потому что хлор и дезинфектор, и растворитель. Если он соли, пески, камни не растворяет, то соли мочевины остаются, откладываются в позвоночник сустава на стенке сосудов, и дают верхнюю цифру давления. Надо сказать, что вот все гипертоники, если их порасспрашивать, они изначально с юности были все гипотониками, и потом по мере засорения почек, то есть когда у нас уже почки устойчиво получают камни, у нас начинается гипертония, стойкая нормальная гипертония. Это уже камни в почках 200%. Вначале, как только идет соль и песочек, давление начинает скакать, то низкое, то высокое, и когда уже становится камни, это уже устойчиво идет гипертония. Тактика, опять же, такая, не есть после 18-ти пить меньше воды, то есть спасать желудок и вытаскивать нашу соляную кислоту. Поэтому объем жидкости, которую советует официальная медицина, мы это все проходили. И мы читали тоже Бахман Келиджа, и, соответственно, пропытались практически, но это все теоретически, мы практически писали, там описано как. Вот у женщины, скажем, там высокое давление, ей надо выпить сразу два стакана воды, простой, и у нее через 10-15 минут начинается мочевой эффект мочегонный, и давление падает. Вот пациентка приходит, у нее 180, она женщина тучная, следуя Бахман Келиджу, мы ей даем два стакана воды, и у нее идет гипертонический криз. То есть там уже выводим по-своему с горячей водой совсем, и через 15 минут там давление падает. Но на уровне просто простой воды, которой мы ей даем два стакана подряд выпить, у нее идет гипертонический криз, причем очень серьезный, и больше я уже таких экспериментов не проводила, потому что было, в общем-то, не очень приятно. Вот, это по поводу артериального давления. И когда идут люди, которые уже принимают препараты, понижающие давление, сразу препараты снимать не надо. Почему? Потому что, опять же, если мы начинаем восстанавливать желудок, то есть маленькими порциями, почаще кушаем в течение дня, и после 18 ни грамма, ничего в рот не берем, естественное давление через две недели начинает нормализовываться. И препараты, его снижающие, они его начинают гасить уже до 100 на 90, то есть человек, который привык уже жить с рабочим давлением, 140 там на 90, да, и вдруг эти препараты, понижающие давление, нормальное давление уже человека начинают снижать низко, человек уже их все равно пить не сможет. И, как правило, гипертоники устойчивы, которые применяют препараты, снижающие давление, они через две недели сами по себе их уже отменяют. Вот, поэтому сразу бросать препараты понимать понижающее давление нельзя вот ну вот это то что касается артериального давления повышенного